Станислав, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, судья. Так вот, если говорить о новом миграционном кризисе, вот смотрите, я по статистике, да, 16 тысяч нелегалов в прошлом году пытались пересечь польско-белорусскую границу, в этом 19 тысяч. То есть разница, по сути, не такая уже и большая, хотя мы говорим о полугодии, но так ли это можно говорить, что это новый миграционный кризис? Или надо говорить о гибридном миграционном кризисе? Я, конечно, намекаю на присутствие сейчас в Беларуси вагнеровцев. Я бы сказал, что это качественно новый кризис. Я объясню, почему. За последнее время количество попыток нелегального проникновения на территорию Польши увеличивается. Действия, инициированные режимами Владимира Путина и Александра Лукашенко являются большой проблемой для Варшавы. Каждый день пограничная служба Польши сообщает о новых попытках форсирования установленного барьера и о многочисленных задержаниях. К примеру, 7 августа нелегально попасть в Польшу из Беларуси пытались 112 человек. По сообщению погранвойск они прибыли с намерениями нарушить закон, то есть незаконно пересечь границу. И согласно отчету службы они прибыли из 15 стран. Это преимущественно государств Ближнего Востока и Африки. Лейтенант Анна Михайская, секретарь пограничной службы, указала на явное увеличение количества попыток незаконного пересечения границы. Как она сообщила, мигранты используют новую тактику. Они уже более агрессивны. А после въезда на территорию Польши делятся на более мелкие группы, чтобы службам было сложнее их поймать. То есть, как я уже говорил, качество уже таких проникновений значительно выше. И я думаю, что это можно связать уже с тем, что если раньше, я имею в виду в 2021 году, помогали пересечь границу преимущественно белорусские вооруженные силы, погранслужбы и тому подобное, то сейчас к этому процессу подключились наемники ЧВК Вагнера, который имеет более сильную подготовку как в военном плане, так и, скажем так, в контактах с представителями стран Африки, Ближнего Востока. Также тут стоит понимать, что они владеют тактикой вербовки таких лиц. Ну и также перенаправляют их к границе Польши, Литвы, Латвии. А потом дают им средства, которые могут им помочь для пересечения границы. И уже после этого они создают различного рода инциденты. Например, могут атаковать автомобильный транспорт, пограничные службы. Ну и все в таком ключе. Ну понятно, тут стоит понимать, что сейчас уровень этих гибридных атак значительно повысился в связи уже с полномасштабным вторжением России в Украину. И я думаю, что в ближайшем временем еще можем наблюдать за новыми такими попытками. Ну и не исключаю, что они будут длиться вплоть до окончания военной агрессии России. Уточнение, Станислав, вот если вы говорите о вмешательстве во все эти процессы вагнеровцев, это может быть в виде подготовки, да, обучения тех же мигрантов, вербовки? Или же это возможность самих солдат Вагнера под видом мигрантов проникать на территорию Европы, в частности, Польшу, Литву? Ну, учитывая то, что это часть гибридной войны, то тут могут быть различные варианты. Но я думаю, что прежде всего тут все-таки будут использоваться именно мигранты стран региона, которые более, скажем, узнаваемы, что они являются лицами, которые требуют якобы поиска лучшей жизни. Но тут есть еще один важный момент. Я хочу заметить, что многие завербованные лица, они, даже сейчас, когда пересекают границу, мы не можем еще говорить, что это именно завербованные вагнеровцами, но мы можем это предположить, они являются из таких стран, где происходят горячие фазы конфликта. Ну, к примеру, из Сирии. Мы можем также тут предположить, что это могут быть и лица, которые принимали участие в боевых действиях. То есть, если умножить это еще на дополнительную подготовку уже на территории Беларуси, то это уже является более серьезной угрозой, нежели та, которая была два года назад. Поэтому я в начале эфира и сказал, что это более качественно новый уровень миграционного кризиса. И я думаю, что именно на ставку, именно улучшение вот этой атаки и делает Кремль вместе с режимом Лукашенко, ну, чтобы достичь своих целей. Их может быть несколько. Я хотел бы тут заметить, что одной из важных составляющих является дисциплиализация ситуации с целью отвлечения от российско-украинской войны. И мы понимаем, что именно Польша является, скажем, одним из главных государств, который предоставляет как помощь для Украины, так и транзит через ее территорию. Также тут сейчас много говорится о том, что в атаках на границах есть информационная составляющая. Дело в том, что сейчас очень популярно эти вот проникновения границы фиксировать на видео или делать различные фотографии. И делать это с целью привлечения новых мигрантов. Ну, они, например, показывают, как они легко разрезают эти барьеры, которые недавно установили поляки на польско-белорусской границе. Ну, то есть это дается за сигнал, что не так уж сложно и проникнуть. Но тут есть один нюанс. Они не показывают дальше, смогли ли они проникнуть. А если и смогли, то какая дальнейшая судьба этих лиц, которые совершили проникновение. Но информационная составляющая все-таки есть, и мы должны понимать, что это также является частью гибридной войны. Ну, также еще одной причиной это может быть влияние на процесс парламентских выборов в Польше, так как действительно поляки серьезно воспринимают эту угрозу. И неизвестно, оценят ли они те, скажем, те инициативы, которые делает Варшава по укреплению границы достаточно хорошо. Ну, и это, конечно же, может повлиять на то, что они могут проголосовать за те политические силы, которые могут быть выгодны для режима Путина и его вассала Лукашенко. Ну, и также тут одной, я не исключаю одной из важных таких причин, это может быть спровоцирование альянса на конфликт. А мы должны понимать, что режим Путина давно говорит о угрозе НАТО для России и ближайших территорий, которые он считает, стран, которых он считает серой своих политических интересов. И, конечно же, если вовлечется тогда альянс в каком бы это ни было виде, так это можно было бы очень серьезно на пропагандистском уровне мобилизировать граждан России, а также, возможно, и Беларуси, которых также проходит обучение вместе с вагнеровцами в последнее время, то это может перести совершенно новый конфликт в его новую фазу. И это также может стать, скажем, индикатором того, что российско-украинская война может получить статус уже глобальной. Когда мы говорим о гибридной войне, говорим о кризисах, которые создала или спровоцировала Российская Федерация, вы упомянули информационная кампания. Это, наверное, всегда одна из главных составляющих пропаганда, создание фейков. Вот хотела у вас уточнить. Понятное дело, что очень много забрасывалось информации со стороны Кремля в европейское сообщество, американское сообщество. Мол, смотрите, сейчас уже граждане все устают от этой темы. Мол, никто уже якобы не поддерживает Украину. То есть здесь был вброс. Сейчас отвлечение наших союзников переворотами в Африке. Это в том числе влияет. Смотрите, ваше мнение, вроде бы как внимание не заберут у союзников к этому вопросу, к теме вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Но силы забирают ли насколько? Вот миграционные кризисы и все остальные упомянутые. Совершенно верно. На то, чтобы укрепить границы с Беларусью или, например, с Калининградской областью России, очень много средств. Это идет как на укрепление этих барьеров, которые разделяют Польшу из Беларуси и России, но также привлечение большего количества войск, финансовых ресурсов и тому подобное. Это все вытягивает очень много как с национального бюджета Польши, Литвы, Латвии, но также и в целом ресурсы стран-партнеров. И я думаю, что также есть одна из причин, почему Путин продолжает эти гибридные атаки. А если, соответственно, они будут тратиться много на решение этого кризиса, то страны-партнеры могут меньше давать помощи для Украины. Особенно это важно в контексте продолжающейся контрнаступательной операции. А мы должны понимать, что для Москвы самое главное не дать возможности Украине деоккупировать свои территории и, как следствие, победить в этой войне. Поэтому, как я уже сказал, с большой вероятностью гибридные атаки будут продолжаться и будут продолжаться еще более интенсивно. Но тут главное для наших западных партнеров держать оборону в этой части региона. Ну и продолжать помогать Украине в той или еще большей мере, чем это было. Потому что именно победа на территории Украины сможет упразднить режим Владимира Путина. Ну и в конце концов это также повлияет на то, что и таких гибридных атак станет значительно меньше. И в дальнейшем мы будем видеть абсолютно другую картинку мира. И это будет как на благо Украины, так и для всего прогрессивного сообщества. Благодарим вас за участие в нашем эфире. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, был сейчас с нами. Мы говорили о новом миграционном кризисе на границах с Европой, в частности с Польшей.